На ваш взгляд, чем вызвано столь поспешное и неожиданное решение либерок Альянса? Еще недавно Владимир Кулак уверенностью заявлял, что выбор был пусть. Что заставило его так резко извинить? Ну, понимаете, я попытался объяснить, что, в общем-то, весь Альянс, все остальные три партии являются заложниками господина Михаила Димпу, который, ирония и судьбы, оказался главой государства Республики Молдова. Поскольку по закону только, я уже читал 78-ю статью, 5-й абзац, только президент Республики может распустить парламент и созвать новые выборы. Я думаю, поэтому только Михаил Димпу сколько-нибудь складно рассказывал, как он собирается менять Конституцию, а все остальные имели довольно растерянный и бледный вид вчера. Абсолютно очевидно, если кто-то возьмется сейчас проследить, что было сказано нашими уважаемыми официальными лицами в последние полгода по поводу Конституционной реформы, получится полная тарабарщина. Вчера, что их вынудило, я не могу с уверенностью знать, но я могу предположить, что некоторые финансовые круги и некоторые важные олигархи, теневики, игроки ночного плана, скажем, в наших политических ситуациях, настояли, потребовали, скрутили руки, взяли за горло представителей Альянса, потому что деньги, вложенные в прошлые выборы, нужно возвращать. А за полгода, видимо, не удалось собрать столько ресурсов с тем, чтобы расплатиться со спонсорами. Для меня это абсолютно очевидно. Пожалуйста, прокрутите еще раз вчерашние видеозаписи и посмотрите на то, что называется body language. Не то, что они говорят, а как это они говорят. На их жестикуляцию, на их выражение лица. В одном известном советском фильме в таких случаях говорят, глядя на вас, не верится в победу.